Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас помилуй меня грешного номер 238 события дня 1 Петра 4 7 впрочем близок всему конец 6 августа 2016 года и далее считайте сами замечаете места составители этих больших на документах основанных роликах поясняют кто такой дворкин чем он занимается и как он обольстил на 20 лет патриархию но не достойны того духовного рождения нет понятия спасения совести нет просто говорит враг затесавшийся в число граждан россии дворкин занимается созданием распространением злобных слухов сейчас мы увидим как это делается сплетен разрушительные клеветы не подкрепленные научными исследованиями экспериментами она всегда занималась этим сергианская зачем это нужно подрывная деятельность этого типа будет он заниматься что-то строить или где-то при галстуке масонщик ну и далее митрополит антоний храповицкий как говорит здесь у меня за вчерашний день и показать вот что у нас это ресурсы на моем мире петиция медведя вот составляют о защите лагеря православный наш форум большой 1592 темы и наш видеоканал вот он православный видеоканал открытым оком во свете библии все ресурсы у нас так и называются сегодня выставил 5 9 роликов и вчера 9 то есть нас жизнь вся на виду вчера события были какие я целый день нахожусь на ремонте прудов теперь бульдозер у нас и в чисто рабочего времени предыдущие два дня до вчерашнего гроза помешала 11 с половиной часов у бульдозериста понимаете каждый час приходится платить полторы тысячи рублей за доставку 21 уже отдать то другие дела не дворкинские сегодня воскресенье просились из тв24 долго стучали просили не разрешал наконец но нет времени просто нет но воскресенье воскресенье до свободе но сегодня они решили из москвы сразу прилететь барнаул оттуда на машине приехать так что не обман ли это или что мы увидим сегодня телефон как я могу сказать так или не так сергей какой то если они сегодня приедут значит будет встреча будет материал что пишут вот открываем новый день я не за это газета или что общество 4 совсем рядом 4 августа 16 года в нелегальном православном лагере на алтае детей прятали в лесных схронах от проверок у вас ведут никто не прятал нигде не были то есть первый заголовок строчка и вранье видно что они расположены и этих людей если познакомишься узнаешь какие они нечестивая жизнь как они могут судить судит верующий судит обо всем о нем судить никто не может ну схрона но дети где пришлите органы власти где хоть один ребенок был не было все открыто то есть бога то не боятся кто разрешил есть благословение епископа но вывешено у нас в рамки они все фотографировали какие схроны то есть надо сказать что то плохое то ничего нету вот считаем барнаул август четвертый новый день алексей усов не знаю не встречал никакого усова в православном лагере станет почему-то лагерь станет кавычки на алтае детей прятали в лесных схронах от проверок роспотребнадзора и полиции ну хотя бы один то человек на земле был каких лесных какие конкретно но нет ничего то есть вот уже можно брать его за жабры а почему ну где-то чем-то подкармливает ну не может человек такой быть в глаза не видал у него дети есть нет ну 45 лет это старш я организатор действительно лагеря но 45 лет это не 45 дней 45 лет и ни одного больного на это даже внимание нигде не пишут ни одного зараженного ни одного отравленного но ни одного мертвого но это то самое главное дети отдыхают 45 лет с родителями и где схронах какие схроны схрон это что оружие какое-то прячут где-то ваххабиты и как детей можно схронах спрятать если ничего там не будет то есть ничего нету бессмыслица это блудный образ жизни их блудные мысли вот такой ведет от проверок множество нарушений санитарных правил на их можно тысячу написать и все они нарушены и тысячелетия жила земля без этих правил их написали правило то вы сами от этого страдаете которые проверяют детей так которые женщины сколько их они убили в очреве то у каждой это за плечами какая история то мужчины скольким женам изменял он пришел пузатый стоит мамона горит до колен спустился которых нургалиев еще там разгонял министр внутренних дел приезжает подполковник и тут же там лапает бабу куда годится посмотреть какие отзывы идут вот на множество нарушений санитарных правил но это выдуманные ваши правила они не нужны я сейчас напишу на каждом шагу как шагать какой длинный шаг и все в америке стоит у него ноги даже эти вместе у заключенного развод ног от пятки и вместе а носки на 45 градусов их учат этому а вы на каждом шагу эти нормы нарушаете как здороваться как смотреть вот смотрите фильм смотрим есть фильм вот она где только вниз иосифа фильме иосиф видим этих правил то тысячи нас окружает у нас свои правила которые вы нарушаете вставать рано вы валяетесь лагерь стоит в пять у нас посты православные вы их не соблюдаете какие правила то правила имеющие отношение к спасению души а не к тому чтобы человека закабалить и сделать не нужен никому вот все везде микробы все они какие-то палочки ищут искать не будете валяться трупами будете все писание говорит об этом и будет жечь зной нарывы страшные будут на людях и никто не спасется роснадзор будет страдать и напрасно волшебство ваше писание так говорит так и поли так на множество техники безопасности ну техники безопасности нарушили это вы нарушаете не мы техника безопасности но два-три раза нарушим и все равно где-то не будет не так а дети видно что где ходят и лазят по березам на лошадей ездили каждое воскресенье ку плавает на лодках какие нарушения то конкретно брякнут а нарушение все уже у человека вызвал подозрение приезжает у нас в лагерь это в девяносто восьмом году сильной нападки было за два месяца 15 краевых комиссий комиссии на нескольких машинах каждая 15 вдумайтесь в это только в двери успевали открывать 15 и приезжает первый секретарь кп рф железнодорожного района бобров геннадий александрович я называю их имена конкретно город барнаул алтайский край и что игнатий нам показывает и показывает кельи и что там печь идет внизу дымоход тепло ну что нужно можно сказать ребенок промок на дожде были на ягодах пошел дождь ну то есть мерзавцы гнусные люди которые сто миллионов погубили людей коммунистическая власть своим маразматиком лениным нет он сказал тепло а я подумал вош тепло любит какая-то вош нет у него пословица в голове у него в ши в мозгах ползают первый секрет секретарь райкома партии железнодорожного вошь тепло любит гнусный намек брошен все где в ши нету но хоть одна вошка или гнида есть нет от гнида приползла коммунистическая она начинает здесь вошь тепло любит а сатана любит компартию и что и сатана знаешь что вы все в аду будете кипеть там будете гореть будете но и теперь что но ты можешь покаяться от вши как я покаясь нету а вошь тепло любит вот и здесь нарушили так безопасность сотрудниками лагеря отметали какие безопасности в чем и какие именно сотрудники то есть ничего нету он не работает усов в этот ну все усов ну да усов алексей ни бога выходит не верит ни стыда ни страха не на исповедь не ходит не поститься матершинник как правило табакур наркоманы все эти матюганы и блудники и он судит и ни одного слова ты считаешь четвертую строчку и еще ни одного слова правильно нету все на лжи даже подсудное дело я могу подать на него сегодня и он не ответить ни одного слова подрыв деловой репутации это ждет меня это я вернусь когда я разберусь с ними сейчас мне просто не не до них работа идет надо найти где это находится и подать суд на них ссылаясь на то что у них есть разрешение от епископа и двух в общем но если и что дальше а большего ему не требуется для организации детского отдыха до когда организации детского отдыха начинали шесть сорок пять лет назад то не ни епископа не было ничего этого не было ни общин не было община возникнет через 19 лет православный лагерь сам действовал себе потеряя в командовском районе алтайского края создателем лагеря был был миссионер игнатий лапкин в его спец поселении жили дети из екатеринбурга барнаула и алтайских сел спец поселение спец поселение это специально для заключенных отбывает эти ни одного слова нет чтобы он истину искал все слова не расположены как ты можешь брать перо когда ты заранее настроен предвзято и сидор пилосиот говорит предвзятость не дает здравого мышления запятая а злоба вообще отнимает разум вот здесь на них и сработало это он детьми занимался нет у меня тысячи детей прошли бесплатно он статью написал получил я 45 лет тружусь бесплатно бесплатно ни копейки не обслуга никто нет дальше действовал здесь этим летом когда после карельской трагедии хватились а позапрошлом году а в азовском утонули а сколько скрыли еще сколько изнасиловали а теперь начинает сажать так госведомства организовали проверки всех летних лагерей детских вот как зовут москве сразу проверки отхлынула через месяц опять все это временное но проверили вы и дальше что господь охраняет а не роспотребнадзор выявляет множество нарушений в работе православного лагеря каких нарушений все подводится по черту дети здоровые безопасные и 45 лет и бесплатно вот в эту группу этом даже во внимание не берет что ни одного больного ничего нету ну правила то ваши вам нужны вы и пишите их каждый день пишите исполняйте и будут трупы у вас и будут убиты изнасилованные драки все это было и будет в работе 27 июля деятельность лагеря была приостановлена решением суда никакого решения не еще одна тот брехум решение суда было только о том говорится и лагеря то уже не было девять дней полностью расформированы 18 еще ну как что то понятно что человек ничего не знает то ему требуется стряска она будет после 10 октября я его найду обязательно когда в 98 году вернулся три уголовных дела против меня воздвигли 3 все были разгромлены ночью московский комсомолец на алтае не меньше ваша газета главный кто писал найден мертвым это бог начал расправу александр самульсов лучший журналист который это все затеял инициировал геннадий петрович дружинин то инсульты умер тут же которая про кофе там вела на лестничной площадке запретили это делать работы там лавриненко я не знаю еще с ним дальше было бывший летчик сергей николаевич гтрк заплатили показали за по телевидению что это не было решение суда так что это все впереди дальше приостановлено решением суда не было это в решение и нечего приостанавливать в маршлагере то не было уже среди выявленных нарушений использования для питья колодезная вода какую надо туалетную пить на германии это на рейнду на рейне какие города стоят трижды пьют оправляется потом в лавлю это ниже города стоят и по новой опять ощущает опять опять пьют а это колодезная колодез приезжает комиссия пьют ледяная вода а какую какую люди купили то у колодца христос сидел самарянкой колодцы копал исаак но ничего не знают вот это мерзавцы просто так используя колодезной воды и несоответствие санитарным требованиям кухонного инвентаря да какое отношение кухонный инвентарь имеет какой инвентарь разделочная доска что не с того дерева сделано должна быть из твердого дерева ей написали она долонит а дома поди пьяный муж гоняет ее а здесь она похорохорилась хоть себя почувствовала власть какую-то а никакой власти нету чем приехали всем уехали приглашал 11 раз приглашал за стол не пошли на как перед богом это будет выглядеть дальше инвентаря ни одна хозяйка в россии не знала несоответствие еще есть скалка катала сочни лапшу делали пельмени стряпали несоответствие доски подписаны какое несоответствие дальше на претензии санитарного ведомства организатор лагеря отвечал что ему не нужны никакие документы и особые условия содержания детей конечно а на вопрос комиссии имеется ли у лагеря разрешения роспотребнадзора гнатий лапкин заявил вон разрешение благословения епископа от двух общин и от двух общин имеем право образовывать да на вопрос если документ подтверждающий право купания детей в близлежащем водоеме лапкин ответила какое разрешение на купание водоем божий дети божьи плохо ответил вы лучше ответить 200 лет здесь уже живут люди 200 через два года будет 18 18 18 образована потеряевка была потеряевыми и все купались мы из этого пруда воду пили рыбу ловим ну то есть они не знаю к чему привязать так купаться нельзя колодцу пить нельзя то есть что нужно убирать урок роспотребнадзор улог лечь и убереть так это палачи выходят никакие то не сотрудники если сотрудники они должны думать как в бедности ограбленному народу жить вы все отняли у нас раскулачиванием чего только не было здесь отец у нас инвалид войны инвалид войны без руки 10 детей помогли как то нет гуси выросли пришли в план забрали инвалиды войны мать моя мать героиня 10 детей 3 ее брата ушли на фронт и все погибли артиллеристами это как и какая-то льгота была никакой первый раз прибежал в школу я еще помню босиком а уже снег выпал ноги под себя и сижу опасти где коровья лепешка теплая дымится корова оправилась туда ногами заскочишь и жду следующий лепешку а где роспотребнадзор был тогда когда истребляли народ каждый день убивает 18 тысяч детей или 20 в утробах матери россия это исчезает еще на помощь допив добивать ее органы организует и что дальше поминая епископа а не говорит какого лапки не забывал и угрожать проверяющим вниманием светских властей угрожать чего это ради какая-то угроза а какая я дружил с мером барнаула владимиром баварином ну и что я это и показываю благодарственные грамоты и прокурор края игорь параскун никогда он игорем и не был то есть небрежение такое юрий федорович параскун прокурор края ну может это хотя бы посмотреть а игорь ну мог назвать его метрофаном параскун ко мне в гости приезжал никогда не приезжал и не был ну вранье сплошной лентой идет где он это видел водой вот так и в гости приезжал цитирует сектанта алтопресс а тут уже дальше сектант а вот за это еще ответишь алтопресс как с каких пор сектант не кто такой сектант учения расходятся с основным учением христианской церкви и не отрицает институт священства а у меня брат священник то есть настолько безответственно настолько сумасбродно или после глубокого похмелья пишет или в рот засунули ему душа и халвы что-то такое дальше основатель лагеря отказался подписывать акт о результатах проверок ну и что я имею право не подписывать а позднее выяснилось что он учил лагерных детей прятаться в лесу и по домам местных жителей от надзорных ведомств и полиции мы детишек расселим по домам членов общины рассказывали как вести себя с проверяющими куда бежать в случае опасности это родители мне говорят детей только не отдавайте а родители других областях я сохранил всех детей и жестко инструктировал дежурных те должны молчать и молиться жестко ну и что к молчанию пока еще статьи не придумали за молчание это и было выполнено ты как вел бы себя свистопляской занимаются и все ничего нету это моя колокольня 45 лет с нее трезвон шел на весь мир тот мальчик нынче из канады был кто только не приезжал были из бразилии из аргентины из израиля и греции я уж не говорю нынешняя грузия и украина белоруссия прибалтика а тот еще человек то вякает у них ничего нету нету у него свободное время и он также разговаривает и вот начинает рожи строить роснадзор выполняет заказ антихриста завел миссионеры пообещал снова открыть теперь только полностью нелегально снова открыть лагерь так в планах купить деревне несколько домов и приглашать детишек туда как в гости то есть они будут жить у кого-то и ходить на занятия и трудотерапию что за трудотерапия трудотерапия это заключенное как то то есть он все видимо какой-то уголовник пишет то так что лагеря не будет только формально в той форме настоящее время это что газета настоящее время посмотреть надо настоящее время новый день не знаю что такое настоящее время отмечает что к деятельности лапкина весьма неоднозначно относятся даже в рпц так деятельности какой деятельности но сейчас мы посмотрим в алтайской митрополии считают что лапкин ревностный христианин без догматических и канонических нарушений детский лагерь представители краевой митрополии описывает как светскую общественную деятельность лапкина абсолютно правильно дал бог такого митрополита здесь а милость божия я писал патриарху об этом поблагодарил его многострадальным алтайскому краю дал такого митрополита что любая парк может позавидовать это господь услышал наши молитвы и ответил правильно данного слова в кузбасской митрополии считают лапкина сектантом ну и что считают ну я родной племянник гитлера еще из этого хоть кем ты считай они считают у него в башке это есть они видели встречались нет они обманом выманывать мои книги в разные библиотеки говорят что они нужны для семинарии вот это я абсолютно точно знаю их сообщения алистархи эти знают встречались беседовали нет конечно они считают но он подгребает все кто что изблевал всю блевотину мирскую собирает кто усов усы замочил представитель кемеровской епархии перечисляет признаки по которым лапкина следует причастить к сектантам да по признакам никто не судил никогда по признакам других признаков у меня нет только признаки сектанта а какое отношение так лагеря имеет здоровье детей никакого то есть ничего не нашли зачем они это собирали когда начинает что-то придумать я точно знаю и улыбаюсь господи ты сокрыл нас ничего нету зачем бы ему придумать то приходится оглядываться о ком они говорят это ко мне это никакого отношения не имеет но за кого вас считают за проходимцев за жуликов но еще из этого да мало ли кто нас за что считает они считают может доказать выйдет фамилия его есть нету никого и кому я буду отвечать просто я считаю все к сектантам среди них отрицание практики почитания мощей какая практика я по писанию доказываю прах ты в прах возвратись честью похоронить а он посчитает мощи да он понятия не имеет практика да практика порочная и что из этого это не догмат никакой вообще это в канона не входит почитание мощи я их как раз и почитаю я их не терзаю не режу не трогаю так и негативные высказывания в адрес от пациента негативная так а почему не должно быть только положительное негативное не надо жить так везде все на торговле устроена каждый пятый священник в алтайской епархии запрещен за неблаговидные дела а сколько впали в блуд в пьянство это еще это не секрета этого никакого нету начиная с патриарха по порядку там все разбирая других епархиях что андрей кураев пишет что с семинаристами то делаете говорить даже не надо гомики лапкин отрицательно относятся ну так живите положительно вот вы ко мне все отрицательно относитесь у вас ни одной молекулы нету против ничего нету все выдуманное по себе равняете да дальше тревожными признаками он тот представитель неизвестной кемеровской епархии считает ограничение на общение жителей потеряевских внешним миром какое ограничение в чем столько у нас приезжает представители власти телевидение фотографы рио новости врет на ну врет просто а какое ограничение зимой в пургу поезд останавливается ночью и нет здания ни одного нет ничего голая степь находили уже которые к нам собирались только они не доехали где-то в кустах весной вороны обнаружили ведь понимаете вот каждое слово вранье почему бога не знает на на исповедь не ходит алексей усов с внешним миром подобная форма то есть он сначала создал макет но если этого не было значит и формы не было если это у нас нету а теперь подгоняет а где это такое есть подобная форма существования больше напоминает то есть не не форму напоминает это дворки научил говорить и так чтобы вас тут не повлекли повлекут каждое слово вы не будете говорить напоминает знаете вы напечатали это напоминает жизнь адептов в сектах отечественного происхождения белое братство богородичный центр церковь последнее время завета виссариона родовые поселения анастасия звенящие кедры и другие а тут одна секта такая православие все в себя вместила звенящие кедры кедровые орехи щелкаем звенящие кедры а у виссариона что нашли не пьют о это на вы то пьете у меня очень знакомый один очень знакомый я хочу что и валяешься перед сельсоветом пьяный а что меня сектантом назвали а сектанты не пьют вот я и доказал что я православный он православный потому что валяется в блевотине перед сельсоветом его затаскивать среди зимы за руки за ноги вот это он у него не относятся к виссарионова и в любом также белое братство а что белом братстве то что они ходят говорят я не знаю там подробности какие но нашел все ну признаки но признаки везде есть у человека признаки что на свинью похож желудок больше плотоядному электровоядному признаки зародыш больше похож на лягушонка ну понимаете вот это журналисты его же учили на это дело то а что уже заранее туда если у тебя предвзятое мнение ты не имеешь права писать враг или не враг должен писать как должно на меня вывели сегодня новый день 2016 рио еще что сам создатель лагеря стана заметила что его организация не мешала даже советской власти лагерь действовал 72 года но не мешало никак вот это они не безобразничали коммунисты приезжали смотрели приезжал первый секретарь райкома партии привозил с собой тут завучи сотрудников или начальников сельсоветов и показал им как пример нас что без помощи государства и существует тогда было больше только за один раз помню с поезда сошло 72 человека в лагерь так ехали то откуда с конца света и кого только не было из аргентины приезжали люди и вот что он написал и лег спокойно спать а перед богом как за каждое слово отвечать за всякое праздное за всякое гнилое я что могу сказать лжец царстве божий не наследует ваш отец дьявол евангелие от яна 844 дьявол ибо он лжец и отец лжи отец всякая неправда есть грех в откровении 21 глава 27 си говорит учиться лжества в озере огненном алёша что ты наделал со своей бессмертной душой это я беру только одну статью а сколько их за это время появилось вчера кто-то тоже с новосибирска звонил долго расспрашивал я не знаю кто он такой а как а что с новосибирска там напечатали это великобритания или я статья такая от свободы тут она все по публикуется а это что тут молимся игорь лапкин игорь лапкин тут игнатий лапкин а тут игорь в одной статье даже это какая же небрежность то явно дело что нетрезвый человек так может писать игнатий ну такое имя которое показывает что не не было вне володя игорь я уже игорем стал игорь лапкин с воспитанниками во время вечерней молитве в лагере стане да как раз на костре и снимал то это я не знаю кто даже это мы расставались с костром шли спать вечером у нас каждую пятницу костер и что а вот все статья новый день да какой он новый такой же как вчера в район и никому не холодно не горячо и вы эти нормы все попираете купаетесь где хотите живете безнравственно грязной свиной жизнью с кем не познакомишься курит пьет абортники ну страшно говорить я 17 лет сотрудничал с тюрьмой и пять тюрем прошел знаю вашего брата и что-то можете показать построили нет но судя то нас за что-то моя мама как-то пришла мария егоровна на передачку и бабы там все но разговорились передачи ой моего сына ни за что вот он там то ни за что мама послушала ой бабоньки как вам тяжело то ни за что дети ваши страдают а мой то за что как и вы признали да конечно признала можно проповедовал говорил людям чтобы жили свято его посадили домой да нельзя же признавать то так он уже сидит я ему сказала сынок ты знаешь куда шел я благословила тебя на это ну как не возьми верующими быть лучше вот этот я могу указать и другие есть еще пока говорили что тут обновление показать сколько сейчас минутку вот уже 8 обычай мира сего нам нужны ли уже 12 человек 47 минут назад 47 6 виталию калиник ультиматум 29 и 27 27 это за 54 минуты эти посещаемость даже у нас есть но и самое ценное у нас это сайт по свете библии православный библейский сайт вот я покажу сейчас вот и самое ценное здесь 50 книг аудио аудио беседа с заменим и все мои 38 и 40 41 книга еще 4 в интернетной версии самое ценное это ответы 4124 вот где события одного дня одного вчерашнего и снова будут у нас ролики будут поставлены конкретные меры мы прямо показываем что нужно делать как идет работа дом приобретен второй дом готовимся приобрести идет ремонт мы ничего не скрываем заранее а это открыто можно об этом сказать можно еще всеми пока роспотребнадзор не влазит и не влезет тут ему нет это лагерь все горят лагерь лагерь устранить это и слово то мы не только лагерь мы вообще его расформировали все 45 лет и лагерь закончился я не начальник уже и никаких воспитателей уже нету а дальше просто хозяева приглашают родители дают расписку знает куда отправляют ну проще там уже это просто мелочь ну на этом все на один день богу нашему слава во веки веков идти в храм сейчас надо воскресенье благодарим бога за все спасибо